МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации Таля Радоя Компании Гомель у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у этого выпуска. Как побудовать вёску будущего? Ролю депутатского корпуса в этом процессе сегодня обмерковали на семинары Аблоссовета. 650 тонн стратегичной продукции за сутки Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат вышел на бесперапинный режим пусконаладочных работ. Провитан незрадимый посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур сустрелся со студентами Гомельского медуниверситета. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Мазырский район первым у Гомельской области завершился обу ранних яровых сбоживых и зернебобовых культур. Подаденных комитета по сельской господарции и харчаванни середнеобластный покажчик складая 43%. Найбольше близко до завершения работы в регионе находится Ельский район с покажчиком 93% и Лельчицкий – 86%. В целом у Беларуси ранние яровые культуры посеяны большим на 20% площадью. Лидируя по темпах работ, Брестская в область. Тут селба выполнена на 65% до плану. Сегодня в Рычицком районе обмерковывали шляхи взаимодействия сельских советов и размещенных на их территории организации по развитию населенных пунктов. Областный семинар прошел в рамках реализации проекта «Веска Будучага». С основными прикладами ознайомился Олег Синцеров. «Вески Будучага называют агрогородками-2. От разницы от современных агрогородков у них будет предусмотрен комплекс додатковых послуг, начиная от наявности гендерного центра до велодорожек, спортивных плясовок и навык ландшафтных посадок. Хоть кончатковое решение об тем, как будет выглядеть конкретная «Веска Будучага», должны понимать местовые власти». «Агрогородок Холмич – «Вески Будучага» сегодня никто не называет, аль это явно той ориентир, до якого треба имкнуться. У Вогули в «Веска Будучага» после Чернобыльской катастрофы для пересаденцев, и уже тогда тут предуглеживалась поширенная инфраструктура, починающая от створения центра культуры и рамёстов, який за минулый час сау-центром по выучению и захованию старожитных народных традиций. Зараз тут это родили выроб сацок и обеорехов, якими белорусы красались еще тысячи годов тому. Причем разом с профессийными мастерами до справа притягнули местобую молодь. У первой червы на молодых людей различная и Холмецкая, детячая и юнарская спортивная школа. Каждый день на школьных автобусах в новокольных вёстах сюда привозят больше, как 100 наученцев. Тое, что в свой час не поспели зарубить будильники, с уместными намаганиями завершили сельский совет и сельскохозяйственное предприятие, агрокомбинат «Холмич». Когда строился поселок, был построен и детский сад. Проектом было предусмотрено и бассейн в садике. Но длительного времени работал. Выделили финансовые средства, значит, закупили фильтра, произвели ремонт в бассейне. Ну и на сегодня он функционирует. Раз в неделю наполняем его. И детишки наши купаются. Обучили специалиста с числа воспитателей, воспитателей, которые могут заниматься этими вопросами. И дети занимаются в бассейне. При этом супрацовнество сельского совета, размещенных на его территории организаций и сельскохозяйственного предприятия, взаимное, когда подчас уборки урожаю агрокомбинату потребна допомога, ей оказывают все без выключения. Хоть это не значит, что все резервы выкраснены. По отсутствии их пошуку и был присвечен семинар образного совета депутатов у якости одного из пропонуемых вариантов притягнения до работ по развитию населенных пунктов молодых людей. Причин не только у якости додатковых порцовных рук в Светлогорском районе, летом в районном совете творили молодежный парламент. Сирот пеших к проекту, деталевый анализ санопятной воды во всех населенных пунктах с дальнейшей вопросовкой рекомендаций, якея депутаты разъедет разом со специалистами. Изучить проблему питьевой воды в нашем Светлогорском районе и предложить, как они видят, какой может быть выход с этой ситуации. Вот именно как молодежь. Поэтому, ну, молодежь надо вовлекать. Помимо того, что, конечно, мудрость, опыт, знания – это хорошо, но чтобы идти в ногу со временем, надо видеть молодежь, надо слышать молодежь, надо говорить с молодежью и вовлекать их в полезную деятельность. Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат вышел на беспирапинный и беспечный режим пуска наладочных работ. Зараз с конвейера за сутки сыходит 650 тонн стратегичной продукции. Долгие годы отсутность уластного целлюлозного продприемства ставила Беларусь у залежность от замежных вытворцев. Валюта утекала с краины и одно, что было выращено. С нуля обудовать свою вытворчасть. Панацея от импорта замещения каштовала омаль миллиард долларов. Уже зараз экспорт целлюлозы приносит в пять разу больше валюты, чем экспорт драунины, из якой она выработана. Потребность сусветная колоссальная – 65 миллионов тонн за год. Полную мобилизацию сил проведут за на ближайшие девять месяцев. Про тяг темы в наступном сюжете. Сейчас мы с вами находимся на честных сооружениях Силогорского целлюлозно-кордонного кабинета. У нас реализованы одни из самых ведущих и современных европейских стандартов. Пытание неприемного паху в Светлогорском районе долгие месяцы литерально висело у поветры. Вину мясовой жихары одразу склали на новый завод. С початкой ЦКК просовал в режиме наладки. Зараз в беспечном режиме. Лабораторный контроль три раза за измену. Пробы по девяти показчиках. Перевышения нормов нема. При том, что потребования жесткие. Белорусские, навык высшедшие засусветные. Сейчас я не чувствую, но раньше был запах. Чуть-чуть меньше. Но раньше, когда зимой вообще. Раньше невозможно было выйти на улицу. И запах, и дискомфорт. А так сейчас, конечно, намного меньше. Практически днем этого запаха не ощущается. Перобои были и запуском предприемства. Некольки разу дату пероносили. Нарышки стартовали. Я краптом станки замокли. На целых полгода. Зараз на сыровинной плясовце 240 тысяч кубов драунины. И это только на месяц працы. Везуте и сюда, из всей краины, при чем немалая часть груза добро пошкоджена краедам. Но именно тут есть все махчимости. Навод драунину низкого гатунку перетворить в якостный продукт стратегичного значения. Не только для Беларуси, а и для сусветной экономики. Данное производство является экологически чистым. Энергоэффективность этой технологии раз. Возврат химикатов, эффективность по технологии два. И третье, продукт, который сегодня продается. И мы получаем валютную выручку. На постсоветской просторы завод уникальный. До его заявления целлюлозу Беларусь купляла за межой. Сегодня и сама экспортует амаль 90% продукции. За наиближайшие три дни загрузят 52 вагоны. На выходе дарыши не только целлюлозный товар, а и энергия. При максимальной загрузке завода выпрасовывать будут 175% энергии за год. Это значит полная энергетичная автономия предприемства. С открытием завода Светлогорский район отримал и 2000 рабочих мест. Это, конечно же, налоги, которые мы будем получать. До 2025 года мы должны получить порядка, наверное, 300 миллионов белорусских рублей. Для нашего региона это огромные деньги, которые будут пущены на ремонт дорог, какие-то социальные программы. На ближайшие 9 месяцев для завода пройдутся в режиме максимальной засеруденности. До конца года должны наконец-то выйти на стопроцентную мощность. За этот час открыть еще полтысячи вакансий. Объем выпуска в возрасте до 400 тысяч тонн продукции за год. При этом замежные покупники уже зараз записываются в чергу за еще не выпущенной белорусской целлюлозой. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Теленовин». Представники мясовых уладов завтра готовы отказать на звонки грамадян. В эту субботу снова пройдут промые линии. В «Гомельске» облаканками я проведу наместник старшины Андрей Конюшка. Номер телефона в «Гомеле» 33-12-37. Промая линия працует с 9 до 12-1. В этот час на связи будет наместник старшины Гомельского гарвы Конками Виталия Таманчук. Номер телефона 75-19-54. Сегодня посла Индии Сангиту Бахадур сустракали в Гомельском Державном Медицинском Университете. Тут и она погуторила со студентами и доведалася, как им живется в Беларуси и какие проблемы турбуют. Об выниках широй размовы сюжет Марины Джалой. Студенты из Индии чекают Сангиту Бахадур в фойе университета. Такая встреча для их хвалюющая совесть с родимой. Краины разделяют омоль 5 с половой тысяч километров. Очень рада, что у нас очень внимания и смотрю, приедут сюда к нам. И просто мы сейчас в нашу простор приглашаем и сегодня наши студенты здесь. Они наши традиционные одежды тут, но ждем наше посетство сейчас. Зараз в медуниверситете учатся с выше 220 индийцев. Это прикладная пятая частка до всех замежных студентов. Больше только граждан Туркменистана, но литерально праздник два студентов из Индии станет больше, чем представников всех других национальностей. Усяго в ВНУ проходят навучение юноки и девчата, а мали с двух с половой десятка Украин. И мкнение до навучения в Гомельском медицинском университете обумовленная его практика ориентованностью. Практичные занятки начинаются уже с первого курса. У Медус тут же мается свой симуляционный центр. А кроме того, занятки для будущих медиков из замежных краин ведутся на англической мове. Работаем с Медицинским советом Индии. Это необходимо для того, чтобы мы знали, какие программы медицинского образования используются в их стране, для того, чтобы наши выпускники успешно смогли подтвердить свои дипломы дома и стать квалифицированными врачами. Соответственно, это будет повышать рейтинг нашего университета в данной стране. Подчас встречи с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур студенты выказывают задовольность как в учебе в Гомельском университете, так и в уголе житем в нашей краине. Пытания тучились основным открытия особного кафе или столовой с индейским меню мог чем из себя спошленно отримливать посылки с Индии организации национальных святов. Они выглядят полностью удовлетворенными и с жильем и с образовательным процессом. Тем более недавно были сделаны изменения в их расписании в соответствии с индийскими программами. То есть сейчас они уже действительно могут вернуться в Индию и полноценно практиковать и работать. Так само Сангита Бахадур поделилась уражениями от экскурсии по Гомельским парку и Палаце Румянцевых Паскевичев. Посол отзначила, что этот комплекс одно из прихожейших мест, которое она видела в своем жизни. Марина Джалая, Валерия Панько, телерадио компания Гомель. В Ветковском районе прошел семинар для директоров музея Гомельской области. Они обмерзировали реализацию государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы. Долучилась до них и наш корреспондент Ганна Корольчук. Местом для проведения семинара стал Ветковский район, который все лет отзначит свое 90-годие. Удельникам семинара продемонстровали выники реконструкции райцентра и его Головной червоной площади. Открытие со встречи прошло в музее староверства и белорусских традиций имя Федора Шклярова с оправдной визитной карци Ветковщины. годы поделились ближайшими планами. Количество посетителей у нас достигло почти 800 тысяч человек. Это очень значимая цифра. Количество экскурсий составляет свыше 14 тысяч, а выставок более 1100 выставок проходит ежегодно в год. На этом семинаре будут рассмотрены вопросы, связанные с работой в текущем году. Прежде всего это мероприятие по 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие подготовки и проведение вторых европейских игр. Как обстановочая тенденция заховывалась, музеям нужно справиться с бегущими проблемами. Среди головных недохоб площадь для сховища фондов, а так экскурсоводов, которые имеют лицензию, могут проводить экскурсии по городу. Сейчас на 26 музейных установ в области наличивается только 9 таких специалистов. На перед одни масштабных международных форумов это особенно актуально, потому проводячи экскурсии по городу для замежных групп, музеи зарабляют додатковые сродки. С той же метой распроцовываются и специальные туристичные маршруты. Вятковский музей, например, пропонует ближе познакомиться с дровляной архитектурной разбой. Традиционная спачка, наверное, никогда не обмеживается стенами, архивом, где это все заховывается. Дровляная архитектура гомично уникальный продукт, который можно на керунках музея это экскурсийная деятельность замежа музея. То, что актуально уже в Беларуси, во всем свете, и то, что мы можем варто на узровне подставить. Сусветное признание отримали и нехлебские рушники, которые выходят в список культурно-историчной спадщины Беларуси. Когда заветать до мастерых в агрогородку на усходе Гомельской области, можно так само отримать незабывное уражение. Кожному туристу интересно не только увидеть, а и попробовать. Поэтому сейчас им предлагают много интересных мастер-классов. Например, представить роль ткачихи и самостоятельно сделать рушник. Вучить туристов старожитным текстильным традициям мастерихи гуртка не ток. Они делают колорные обрусы, покрывалы, одень и многое другое. Той, кто не отражался сесть за станок самостоятельно за довольнением набывая неглубский рушник оберег на память. Вырыбы разлетаются по свете. Один на воду пригоживает штаб квартиру ААН. А по кулу мастерники бить праца для гостей гука и весну народный фольклорный коллектив Сталбунские вечерки. Еще раз сустрец и обменяться в опытом специалисты смогут на четвертом национальном форуме музея Беларуси які пройдя у Кастричнику в Бресте. Это не только презентация работы всех музеев для наших посетителей потенциальных и существующих это популяризация нашей деятельности но также и деловая активность своеобразное повышение квалификации обмен новыми какими-то идеями планирование новых мероприятий в рамках форума также проводится конкурс профессионального мастерства. Ханна Коральчук и Гармарышченко теле радиокампания Гомель Зветковского району Лепше Украине На гэтым тыдне у Беларуси проходил заключный этап республиканской предметной олимпиады У Гомеле сенне узнагородили знавцов химии и биологии Все лето в олимпиаде по гэтых двух предметах приняли у дел больше 240 вучня из всех районов Беларуси Гомельская область представила команду с 34 удельников Пачас олимпиады они провели разом коля 100 годин Рашали задачи выполнили практичные задания ходили в кино на экскурсии и отпочивали Як и зауседы организаторы створили усе умовы как молодь продемонстровала свои веды и досягнула лепших выников Пачас урочистой церемонии закрыття концертное шоу представили выхованцы театральных и музычных установ Самым хвалюющим и долго чеканным моментом стало узнагороджение переможцев Команды аплодировали своим товарищам стоячи на рахунку школьников с Гомельской в области 12 дипломов 5 по химии и 7 по биологии Так диплом первой ступени по биологии завоевал девятиклассник 36-й Гомельской гимназии Микита Морозов Самая сложная была ботаника потому что нам говорили что вот это надо повторить но в итоге я забыл это повторить и оно как раз таки попалось Со мной занималась моя учительница Елена Вячеславовна вот еще дома занимался читал книги разные она мне давала задания я их прорабатывал и еще много чего я хотел бы стать медиком возможно хирургом или терапевтом и он же отримал специальный приз от Гомельска Гарвы Канка моя клепшиудельник олимпиады по биологии заблазного центра аналогичная у знагорода олимпиаде по химии у Виталя Надточаева выпускника середней школы номер 8 особенно подарунки гудельникам уручили громадские объединения ГТ а так сама иншая новинны вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный дякую за увагу и до новых сустречу эфиры эфир микроавтобуса забыли штрафа в размере до 50 базовых величин во избежание проблем инспекторы инспекторы стараются изымать рыболовные сети до того как они попадут в водоем с начала года за хранение сетей у нами уже привлечено 16 человек изъято более 9 километров сетей во избежание серьезных штрафных санкций предлагаем принять участие в акции по добровольной сдаче сетей напомним что в Гомельской области запрет на лов всех видов рыбы установлен с 20 марта по 18 мая Таков обзор происшествий к этому часу Оставайтесь с нами и берегите себя А я Руслан Габрилев Благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин Здравствуйте Жлобинский Металлург с победы стартовал в переходном турнире Уступая по ходу матча 0-2 Аршанскому локомотиву Столивары сумели сравнять счеты в серии буллитов вырвать победу Завтра Металлург в гостях играет с Могилевым Пока Гомель не знает поражений в турнире развития На этот раз Рыси были сильнее молодежки Ю-23-1 Следующий матч гомельчане проведут 2 апреля в Бресте против одноименной команды Трехкратные чемпионы Команда Альянс из Лельческого района стала победителем республиканских соревнований по хоккею Золотая шайба в дивизионе Б старшей возрастной группы Турнир проходил в Жлобине За награды боролись пять команд Дружина из Лельчес на пути к победе обыграла соперников из Витебской, Минской и Могилевской областей В заключительный день соревнований Альянс сыграл со своим главным конкурентом за золото командой Орлята из Гродненского региона Матч завершился в ничью 2-2 Гомельская и Гродненская дружины набрали одинаковое количество очков Однако по дополнительным показателям первую строчку заняли лельческие хоккеисты Таким образом они стали трехкратными победителями турнира «Золотая шайба» Этот триумф результат кропотливой работы У нас у каждого есть огромное желание побеждать только от этого желание тренироваться У нас если в свободное время все время на льду если в свободное время нету льда мы все время на стадионе все время физическая подготовка Много работали появились победы Отрадно то, что третий год у себя на Гомельщине оставляем трофей за собой Очень крепкая конкуренция сами все видите решает одна-две шайбы и где-то повезло где-то за счет характера но как бы это уже история а то, что мы за третий год отстаиваем кубок это факт Сейчас у нас как бы хоккейный бум у нас руководство района нас поддерживает всячески поэтому дворовому хоккею в лельцах быть это однозначно Серебряные медали достались игрокам команды Орлята из Гродненской области замкнули тройку сильнейших Кадинские львы из Могилевского региона В Гомеле сегодня стартовало первенство Беларуси по вольной борьбе Награды оспаривают юноши и девушки 2002-2003 годов рождения всего более 150 спортсменов это первенство занимает особое место во внутреннем соревновательном календаре по его итогам будет сформирован расширенный состав национальной команды Дело в том, что международный календарь на этот сезон насыщен важными стартами главное из которых мировое и континентальное первенство Участвуют все сильнейшие дети все сильнейшие даже, как говорят даже люди, которые болели те стали в строй и они борются за то, чтобы попасть на эти на Европу, на мир и какой стимул еще этих соревнований скажем так еще два официальных старта по этому возрасту получается такая ситуация что даже грубо говоря не только первый и второй номер будут задействованы даже третьи номера третьи призовые места которые дети займут тоже будут участвовать в официальных соревнованиях еще будут проходить балтийские игры и европейские детские игры сегодня на арене дворца легкой атлетики прошли предварительные поединки медальные схватки состоятся завтра гомельская команда энергии солигорский шахтер завтра сыграют третий матч полуфинала чемпионата Беларуси по волейболу пока в серии до трех побед лидируют горняки на ней дважды на своем паркете обыграли энергетиков третий поединок пройдет в гомельском спорткомплексе локомотив завтра начало в 17.00 четвертый матч если такая необходимость возникнет состоится там же в воскресенье 31 марта в 12.00 на этом пока все с новостями спорта ознакомил Максим Савин оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok